Уместно будет напомнить историю из жизни пророка, когда один из подвижников, отправляясь в торговлю, в поездку, приказал своей супруге не покидать свое жилище. Он ей не разрешил спуститься вниз на первый этаж. Она жила на втором этаже, жилище их находилось на втором этаже. Муж ей повелел, чтобы она не покидала своего жилья. И вот случилась беда. Отец у этой девушки заболел. Потом, когда он заболел, она посылает посланнику Аллаха человека попросить разрешения выйти посетить своего больного отца. Посланник Аллаха отправляет человека и говорит, повинуйся своему мужу. Ведь посланник Аллаха не имеет права разрешить ей то, что ей запретил ее муж, несмотря на то, что он посланник Аллаха. И когда случилась уже беда, когда ее отец скончался, тоже отправляет она человека, чтобы попросить у посланника Аллаха разрешения. Посланник Аллаха отправляет человека и также повелевает ей повиноваться своему мужу, а может вдали, не может она связаться с ним. И что происходит? После того, как прибыл этот сподвижник из поездки, его удивила покорность его супруги. Он даже не ожидал, что его жена будет столь послушной и покорной даже в этом случае. И восхищенный своей супругой, он рассказал об этом своему посланнику Аллаха, пророку, он об этом рассказал. И посланник Аллаха сказал ему, вернись и расскажи, доведи до сведения своей супруги, что воистину Всевышний Аллах простил ее отца за ее покорность своему мужу. За ее покорность мужу Всевышний Аллах простил грехи ее отцу. Передай ей это, сказал посланник Аллаха. Вот такова степень покорности супруги своему мужу.